Сфера глобальных финансов Восстановление рынка, например, внебиржевых деривативов, который был одним из источников системных рисков. Резкий рост в 2009 году произошел в фондовых индексах. Было очевидно, что та модель, которая привела к резким шокам 2008 года, она начинает стремительно возобновляться. Далее последовал 2010 год, нынешний год, тот год, который мы переживаем, где начиная с мая начали проявляться, во-первых, риски, во-вторых, начало проявляться реальное желание регуляторов, так называемых стратегий их выхода. Эти риски подавить, задавить, охладить системы. Сейчас мы, возможно, присутствуем при новом витке облегчения ликвидности, при новом витке разогрева. Это карта системных рисков, которую мы составили в начале этого года. Это не только Греция, не только Испания, не только Португалия. Это все те страны, в которых в 2009 году рынок акций вырос более чем на 60%. И страны, у которых объем государственного долга к головому внутреннему продукту составляет более 60%. Я хочу показать, что на самом деле мы, начиная с 70-х годов, живем в финансовой системе с нарастающей волатильностью. И, с одной стороны, вот эта финансализация, вот этот рост финансовых активов, опережающий, он, с одной стороны, является объективным, он обеспечивает экономическое развитие, он отражает темпы технического, технологического развития, информационного развития экономики. С другой стороны, при этом, это мир минного поля. Существует точка выбора, в которой мы находимся сегодня. В первой точке мы не справляемся с нарастающей волатильностью, и в этом случае вот эта картинка Индол Джонса, где колебания, они нарастают, может превратиться в течение двух, трех, четырех следующих лет в новые рыночные шоки. Мы не знаем заранее, где это произойдет. Это могут быть развивающиеся рынки Латинской Америки или Азии, где возникают очередные перегревы. Это может быть какой-то очередной крупный банк, риски которого не раскрыты. Это могут быть сегменты долговых обязательств. Мы не знаем, в какой стороне это произойдет, на каком финансовом инструменте это случится, но это обязательно произойдет. Либо вот есть вторая дорожка, когда волатильность схлопывается, она давится, прежде всего действиями регуляторов. Эта дорожка обозначена таким образом, что, с одной стороны, есть точка 20-х годов, в конце 20-х годов, очередной крупный кризис в силу логики очередного длинного цикла. Период, в котором мы сейчас находимся, очень похож на начало 80-х годов. Начало 80-х годов, начало 90-х годов. Разогрев, повышательная стадия очередного 30-летнего длинного цикла. Очень много денег, очень много инвестиций, очень много денег на развивающиеся рынки. Россия захватила этот кусочек чуть-чуть только в начале 90-х годов, когда пришло очень много спекулятивных инвестиций в 1995-1997 годах. Ну и вот далее, с азиатского кризиса, если говорить о финансовой динамике, не экономической, а финансовой динамике, начиная с азиатского кризиса 1997-1998 года, далее, переходя к 2000 году кризису доткомов, к трем холодным годам, когда рынки ежегодно падали, об этом все никто не помнит, в течение трех лет рынки индустриальных стран показывали на конец года отрицательные результаты в начале 2000-х годов. Затем вот эта вспышка до 2007 года и далее реализация крупного системного риска. Вот мы можем в подобной динамике, в наклонной динамике, в силу логики 30-летнего цикла, вступить в 20-е годы. До этого будет очень много других кризисов, локальных кризисов, которые будут, кризисы второго, третьего порядка, рябь на поверхности, длинной волны, которые будут все время трясти глобальные финансы. Вот в 80-е, 90-е годы очень хорошо это показали. По статистике на таких рынках, как Россия, на major markets, рынки, кризисы локальные один-два раза в 5-10 лет. Вот такое усредненное поведение макроагента под названием развивающийся рынок. Во многом дорожка, которую выберут глобальные финансы, она будет зависеть от того, удастся ли умиротворить, в кавычках, нарастающую волатильность. Чем? Это на самом деле скрытая медицина катастроф. Вот эти периоды сжатой волатильности, это, знаете, подобно режиму вождения в спокойную, хорошую погоду, на открытой дороге, где центральные банки, вот чуть-чуть там, министерство финансов, чуть-чуть поворачивают руль. Вот в сложные времена на минном поле это медицина катастроф. И мы пока присутствуем, при том, как центральные банки продолжают медицину катастроф, начатую в 2007-2008 году. Это процентная политика, это управление ликвидностью, то есть денежный марш сжателем, наоборот, расширением. Это ужесточение финансового регулирования, которое должно лечь жесткой крышкой на мир глобальных финансов. И еще очень тяжелым прессом на вот такие разгоряченные финансовые системы может лечь укрепление доллара США.